МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации Толерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, глядзите ух этим выпуском. Головное управление юстиции Гомельского облаканкама обвергая информацию об промусовом спагнанне сбору на финансование державных расходов. Китайский вектор супрацовництва напереда дни Гомель наведала делегация Харбина. Магазины обвестили скидки и акции до 8-го соковика. Специальная акция «Лед» аматорам зимовой рыбалки нагадали про меры безопасности. За титулми с весна-2016 спрачалися супрацовницы областной больницы. И больше подробностей об этом не только. Головное управление юстиции Гомельского облаканкама провело пресс-конференцию по вопросам реализации декрета номер 3. В приватности разговора шла об спагнанне сбору засоб, которые не ожидают выплачивать его доброхвотно. Наши корреспонденты подчеркнулись подробностями. Подставой для проведения пресс-конференции стала размешанная на некоторых сайтах информация об небыто примусовом спагнане сбору на финансование державных расходов. У Головного управления юстиции Гомельского облаканкама эту информацию полностью обвергают. Тем более, что у судовых выканавцев есть докладный алгоритм деяния. Если возбуждается исполнение производства, безусловно, должник извещается, приглашается судебному исполнению, дается срок для добровольного исполнения. И я скажу, что срок довольно-таки оптимальный для уплаты. И уж после этого изыскивается имущество, на которое налагается арест, описывается это имущество. И даже после этого судебный исполнитель его не реализовывает, а еще дает срок для того, чтобы каким-то образом должник исполнил. Если я не буду платить, я уклонялся там, я сейчас не буду платить принципиально, тогда наступают уже, совершаются те действия, о которых я сказал. При этом, на думку специалистов, Галонного управления юстиции, колькость неплатильщиков вельми значной не будет. Во-первых, у людей, ящи есть макшимость отримать становчие рашения податковых органов, тих рабочих групп, которые створены при выконавчих комитетах. А про шатого про колькость злостных неплатильщиков можно узкостно мерковать по колькости особ, которые не различаются за те же банковские кредиты, по слухе жилево-коммунальных господарков, те не платят алименты. А пошних на Гомельшине коля 10 тысяч человек. Много вопросов, связанных с вопросом рассмотрения правоохранительными органами заявлений, представлений судебного исполнителя об ответственности должников за уклонение уплаты алиментов. Сегодня должники данной категории задолжали взыскательницам порядка 11 миллионов динаминированных уже рублей. И еще одна особливость оплаты сбору на финансование державных расходов, якая предуглежена законодавством. Громадянин может звернуться у ответной структуры с просьбой о поэтапной оплате сбору. Хоть минимальную сумму из общей не пришел и платил, но не может по разным причинам. Говорит, дайте мне рассрочку какую-то, то уже суд не может рассматривать. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, теле радиокампания «Гомель». Выканавчий надпись нотариуса, ці стала прості спагнаць запазычэнасць. Майомасць лепш подарыць ці завящаць. І які пункты варта включыць ў шлюбный догавор. Адмерковаць гэтэ іншэ питанні, які тычат садзейнасті нотариусаў, сёння можна будзе ў прамым эфіры. Старшыня Гомельскае обласної нотариальны палаты Маргарыта Жорова стане гостей программы «Діалог». Яна выйдзі у эфір на телеканалі «Беларусь 4» ў 19 гадзін 20 хвілін. Свае питанні прапановы і заувагі вы можыця выказаць паталіфанававшы панумары прамога эфіру ў Гомелі 77 68 45. Гомельскі гарвы канкамі ў рад города Харбіна маюць намер стварыць рабочую групу, якая будзе займацца питаннімі кардэнацы супрацонніства ва ўсіх сферах. Такая інформація была гучана пачас візіту делігацій гэтага китайскага горада. Абчымы шла размова пачас сустрэчыя, ведая Олег Сінціроўу. Сёня доля Китайской народной республіки ў знішній гадзіўм обороті Гомеля скалдаюся ўкаля 2%. Гэта явна не для стравыя макчымысті баков. Атаму галовна мэта сустрэчыя знайсці новы адакі рункі супрацонніства зонікам реальных патрэб беларускага і китайскага рынку. На китайскім рынку Гомель працтавліны пеш за сё комбайнами акціонерных гатвареццогом «Сильмаш» і салуткай продукцы «Спартака». Харбінская делігаца такое супрацонніство «Вітая» але лечіся гуявна недостатковым. Паг этой прычіні ў Беларусь партнёры пріехалі с конкретными пропановыми. Па перше, харчовая продукца. Китай – великий рынок для экологична чистых продуктов. Атаму, ведмі перспективны, здаецца ідея створення сумісных предприємств. Па ватворчасі спочатку кандыцарських выробов, а ў перспективі малочных і мясных продуктов. Тому, што зісь єсть ўже боле конкретны наработкі, даже наші предприєтія займаюцца в части сертифікацій продукцій на китайском рынкі. Яшчэ адзін на керунок – сельско-господарчая техніка. Зараз у Китаі разом з традиційными кукурузы, пшаніцей і соїй вырэшэлі заняться яшчэ і масовым вырошуванням бульбы. Гэта адна з асновных прычын наведування акціонерного товариста Гомсельмаш. З великим високій якісі беларусській техніки Харбін має намер обмірковати питання о поставках бульбоуборженних комбайнов. Продовольственній безпецісті, ми будем дальше розвиватися в выращиванні картофілі. В цей раз ми приїхали с целью изучення нових возможностей именно постороннічіства в цій області. Баки погоджаються. Сегодня необхідно займасся пошуком нових партнёров. Інша справа, що контакту тільки на узровні офіційних делігацій для гэтага недостаткова. Вися бачиться у створенні пастоянно діючій робочій групи на узровні намісніків мэров, яка буде займасся питаннями координації супрацівництва во всіх сферах. От экономіки до молодёжних обменів. Сформируємо такой план действий, который буде включать в себя сотрудничество не тільки в сфере экономіки, бесспорно, это самое главное, ну і також в сфере образовання, медіціна, культура, спорта. Я думаю, що ми в ближайші врємі такой документ сформируємо і будем по ньому роботать. Олег Сентіров, Ігор Маришенка, Телерадо, компанія «Гомель». Протягуем випуск. Одзінацятая спеціалізованія будовнічая выстава «Будуем дом» проти у Гомелі у середзіні Сакавіка. Планується, що у дзілу ёй примуть каляста продприємства з Беларусі, Расії і країни СНД. Удзельнікам продставить продукцію і обсталявання пошніга пакаління новая будовнічая технологія. Выстава «Будуем дом» традиційна викликає великую цікавасть, що год яє наведують каля 20 тисяч чалавек. Даречше, у Сакавіку, у хандлівай сеці Гомельськай в області пройдуть шматлікі акційні мероприємствы. У популярных крамах наперед дні 8-го Сакавіка, а у нікаторых на протягу усяго місяцца, пакупнікам продоставляються істотные скидкі на продукты і господарчі товары, а так само косметику, текстиль, ювелірнія вырабы. Падрабязну інформацію можна знайсті на сайтах організації гандлю, а так само непосредна ў гандлівых аб'єктах. Вратавальнікі настойлівы рекомендують рыбакам не выходзіць на лёд. Каля берага ягота ўшчыня ад 3 до 5 сантыметраў, толькі на особных участках до 15. Лёд ўжо не такі трывалай, як навад некалькі дзён тому. Праваліцца можна ў любый момент. Рэйды з мэты попередження несчастных выпадкаў проходзіць што дзень. У адным з профілактичных мероприємстваў ў дзіл прынялі супрацовнікі Асвода, МНС і актывісты Червонага Крыжа. Дмитрий Котов с падрабязнастями. На Влатавскім озері шматлюдна. Рыбакоў не спыняюць, недаволі моцны доші, ні парады вратавальнікав. Яны спадзіаюцца на свой вопыт і ўпэўненый, што трагедія не здарыцца. Лёд на водоўах ўмкліва тае, яго толшыня толькі на особных участках досягая 15 сантыметраў, што ўсё ровно з'являецца небезпечным. У такі пиры адзнашно павалішвецца колькас несчастных выпадкаў на воде, і тому взрастая роля профілактичной работы. Спеціальны рэйды проходзі што дзень, стоїць задача охапіць максимальну ў колькасць водоўаў. На Влатавское озеро вышлі супрацовнікі Асвод, МНС і актывісты шарвоного крыжа. Яны нагадали рыбакам о правилах оказання першої допомоги і технічных сродках, які завсёды повинны быть побач. Это і конце Александрова, і просто простая верёвка на конце с грузом. Это і всевозможные штыри, которые помогут человеку самостательно, если он провалился, выбраться из лунки. І, конечно же, обязательно спасательный жилет. Почему? Потому что, если человек провалился под лёд в спасательном жилете, у него есть возможность некоторое время побыть ещё на плаву до того момента, пока мы, работники Асвода, придём к нему на помощь. По статисты цих, этот период года небеспешны не тільки для рыбаков. Дитячі гульника ля водоёмов так само могут привести до нешасных выпадков. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы те, в свою очередь, не оставляли дитя одних без присмотра и провели с ними разъяснительную работу на тему опасности выхода на тонкий лёд и недопустимости игр возле водоёмов и вблизи рек. С кожным тёплым днём лёд становится больш тонким, а рызыка больш высокой. Дмитрий Котов, Максим Славян, телерадиокомпания «Гомель». У Гомире отбылся республіканский конкурс «WorldSkills Беларусь по геодезии». Гэта найбуйнейшая у свете профессийная спа-борніства, своясабливая олимпийские гульни для студентов и молодых специалистов. Наша краина до сусветного руху долучилась нядауна. Сё лето конкурс організовали у першыню. У программе конкурсу теоретичные и практичные туры. Почаса пошнега удельникам треба было показать себе у справе. Спочатку работа на мясцовости, затем створение чертяжов будущих архитектурных объектов. Выники оцениваются эксперты и выкладчики БНТУ. А кроме того, за удельниками сочать потенциальные процедавцы и инвесторы. Конкуренция чувствуется, так как присутствуют команды из России, присутствуют гомельские университеты, присутствуют университеты со всей Беларуси, ну и также колледжи такие же. Примерно на равных. Вчера же день показал, что примерно на равных идем. Усяго уделу конкурсе приймали больше, как 70 человек с 15 научных установ Беларуси и России. У Гомельской области протягивается тыдень профилактики уживания и расповсюдживания наркотиков. Подчас ягот будет больше, как 150 мероприемств, организованных активистами БРСМ. У программе интернет-флеш-акции, конкурсы-плакаты, квест-гульни и спортивно-профилактические мероприемства. Активисты рассказывают молодей об проблемах наркоспоживания. При этом каждый из молодых людей расслумачивает, чему и сам Йон выбирает жить без наркотиков. Сегодня проходила мимо и увидела, что проходит акция против наркотиков и решила к ней присоединиться. И тем самым присоединить побольше молодежи, привлечь ее внимание, потому что я выбираю жизнь против наркотиков, счастливую и здоровую жизнь. У мероприемствах с нагодой проведения тыдня профилактики приме удел больше, как 5000 человек. Отбудутся открытые диалоги, мероприемства в формате «Ровны навучай Ровнаха» и семинары-тренинги для волонтеров. Закончится флеш-мобом таким своеобразным. Ребята будут снимать видеоролики, где будут говорить «Наркотикам нет», «Мы против Гомельщины, за здоровый образ жизни» и так далее. И все это будет сопровождаться хэштегами. У Гомельской областной больницы отбился конкурс прихожостей «Мисс Весна-2017». За корону змогалися урачи, медсестры и акушеры. Как и шло модное споборництво и на что рабила ставку журы, ведая Ханна Ковалева. Прихожостей медицины синонимы выполнены в дельнице первого истории областной больницы конкурсу прихожостей. За титул «Мисс Весна» им вырошили позмогаться 16 девчат. У повседенном в житии они виртуозно володают шприцами, кропельницами и допомогают заявиться на свет новонародженным. На один день им пришлось выступить роли моделей кулинаров и артисток. Девушки, как в основные, мы их не отбирали по модельным параметрам. Мы их избирали по параметрам артистичности, харизмы, чтобы они брали именно своей улыбкой и своей открытостью к зрителям. С девчатами працевали педагоги под эфиле, хореографы, визажисты и фотографы центра моды и прохожостей «Хрустальная нимфа». Поддрыхтолка дожила 7 месяц и уседили не кольких годин конкурсу. Им, девчатам треба было продефилировать у медицинской спецвопрацы, выконать творчие задания и покарать жюри своими кулинарными сдольностями. Для меня не впервые участвуют в конкурсе красоты, я уже участвовала в подобных мероприятиях, поэтому немножко может быть легче, может быть, конечно, волнение они все равно присутствуют. Хочу достойно представить отделение свое, показать, что и в роддоме есть красивые девушки. Накануне 8 марта хочется подарить действительно праздник коллегам и всем сотрудникам. Красота и медицина это взаимосвязанные полностью вещи, а ты заходишь в палату пациентам, которые нуждаются в твоей помощи, и, конечно, когда ты хорошо выглядишь, улыбаешься им, они прямо на глазах начинают гореть глаза. Головный титул «Миссвязна-2017» отримала Олена Сетянок, медсестра терапевтичного отделения. Так само были названы переможцы в четырех номинациях. А кроме того, за девчатами пильно сочлили специалисты «Хрустальные нимфы», как выбрать претендентку на место в ученице своего центра, а затем сделать ее в дельнице фотосессий и модных показов. До речи, это право отримала урач-педиатр Вольга Саученко. Ганна Ковалева, Яуген Макеенко, телерадио компания «Гомель». И на этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам у сяго только самого доброго. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин